Презанятная история В этот поезд Вот А дело, говорю, к вечеру Ну, не то, что темно Но темновато Вообще сумерки А огня не дают Провода экономят Смотрю на своих попутчиков Такие милые, симпатичные Ненадутые люди Прошу их запомнить Один такой Длинногривый Интеллигентного вида Но не поп Другой такой Усатый в форменной фуражке Но не инженер Или он сторож Из-за логического сада Или агроном Но только, видать, отзывчивый Души человек Поскольку держит в руках Перочинный ножичек Нарезает этим ножичком Антоновское яблочко И кормится у другого соседа Безрукого Такое вижу Безрукий пассажир едет Молодой пролетарский парень Без обеих рук Очень жалко глядеть А поскольку кушает он с аппетитом Этот усатый Нарезает ему на дольки И подает на кончике ножа Прямо в рот Он вижу такая гуманная картина Такой сюжет достойный Рембрандта А напротив них седоватый Все что-то он усмехается Хе-хе да хе-хе Хе-хе да хе-хе Но, видать, до меня у них был Какой-то оживленный разговор И этот седоватый Никак не может остыть Но заинтересовал мне Не этот хе-хе да хе-хе А тот, который без руки Все подмывает меня спросить Как он так опростоволосился На чем конечности потерял Но спросить неудобно Так думаю сейчас разговорюсь Задаю наводящие вопросы Этому усатому Как более отзывчивому Отвечает хмуро С неохотой И тут В разговор ввязывается Этот длинногривый Но не поп Что-то он до меня спросил Я ему ответил У нас завязался разговор На разные легкие темы Куда едете Почем капуста на базаре Если у вас Жилищный кризис А он отвечает У нас жилищного кризиса Не наблюдается Поскольку мы проживаем У себя в имении В поместье Я говорю Вы что там Собачку Собачью будку имеете Или комнату Он говорит Зачем Собачью будку Берите выше У меня 9 комнат Не считая сараев Людских Уборных И так далее Я говорю Может врете Что же вас Не выселили В революцию Или это совхоз Он говорит Нет Это частное имение Родовое поместье Приезжайте Я там часто Вечера устраиваю У меня фонтаны брыжат Симфонические оркестры Вальсы играют Я говорю Подождите Подождите Я говорю Вы что арендатор что ли будете Или частное лицо Он говорит Да Я частное лицо Я между прочим Помещик Я говорю Подождите Как что-то я в этом вопросе Как помещик Вы бывший помещик У нас же социальная революция У нас сейчас что Подождите Какие у нас могут быть помещики Она же смела Эту вашу прослойку А он говорит Да вот могут Я говорит Сохранился через все ваши революции Живу как бог Плевал на всех И мне нет дела До ваших подумаешь Социальных революций Я говорю У меня созумнение Черт возьми Как он так сохранился А он мне Да дайте Поехали сейчас Прямо Сами увидите Отличную барскую жизнь Встретите Поехали На самом деле поехать Как он там Тем более что-то седоватый Все хе-хе-да-хе-хе И только он хотел сделать Замечание За его неуместный смех А кто-то усатый Который раньше Яблочко нарезал Отложил в сторону Пирочный ножик Дожрал остатки И так громко говорит Да вы перестаньте С ними разговор поддерживать Вы что не видите что ли Что это психические Я посмотрел Батюшки святые Это же ненормальные едут И тот который Хе-хе-да-хе-хе И который длинногривый И который безрукий На нем же Смирительная рубашка надета И руки сзади Скрученные Сразу же не разглядеть Что он с рук Одним словом Едут ненормальные Этот усатый Он их не сторож Он их перевозит Ох я думаю Задушат к чертовой матери Они же психически Они же не отвечают За свои поступки И вдруг лежу Один сосед напротив Такой с черной бородой Посмотрел С ним хитрым глазом На перочинный ножик И так потихоньку Берет его в руку У меня мороз по коже Сердце ёкнуло Я как намолился на него И давай этот нож У него выхватывать А этот усатый на меня Говорит Что вы Что вы Это их не ножик Мы у них одолжили Это такой же пассажир Как и вы Что вы Что вы Этот не психический Тот который прижал Говорит Вот это да Вот это да Я им нож одолжил Они еще душу за горло Благодарю Спасибо Если вы сторож Вы сидите за ними А усатый говорит Нечего мне указывать Может это тоже психически Только не из моей партии Я своих знаю Мой этот Этот и этот Я говорю задушенному Я говорю Вы извините Я думал Что вы тоже ненормальный Думал Думал Думают индийские петухи Вы что не видите Их безумный взгляд И мой натуральный Я говорю Нет не вижу У вас тоже в глазах Какая-то муть И борода тычком растет Как у ненормального Вот А тут еще этот Помещик Психический Говорит А вы дернете его За ворот вы дернете Он и перестанет Ненормальности говорить Бородатый Хотел закричать Караул Но тут мы приехали На станцию Игрень И наши психические Вышли Довольно в организованном порядке Правда Эту безруку Пришлось подталкивать А потом нам Кондуктор рассказал Что у них здесь На станции Больница Для душевно больных Куда их часто перевозят А как их еще Перевозить то Не в собачьих же теплушках Так что Обижаться нечего А я собственно не обижаюсь Глупо конечно Что разговаривался Как дурак А вот тот Который я прижал Тот действительно Обиделся Он еще долго наблюдал За моими действиями А потом Не ожидает У меня ничего хорошего Вместе с вещами Перешел В другое отделение В другое отделение Ну и пожалуйста Ну а сейчас пользуюсь Пока вот здесь присаживаются Пожалуйста Пожалуйста проходите Не буду обманывать Пока наши Наши достойные Ведущие Занимают места Пародия на Михаила Михайловича Зощенко Вы знаете Пародия написана Александром Георгиевичем Архангельским Нашим замечательным Писательным сатириком Называется она Случай в бане Хрестоматийный рассказ У Зощенко Баня А как он начинается У Зощенко Вы помните? Говорят В Америке Бани хорошие Бани у нас тоже Ничего Однако Мыться можно Не в Америку же ехать Только с номерками беда Дают два номерка Один за пальто Шапкой Другой за белье А куда голому человеку Номерки девать? Прямо скажем Некуда Карманов нету Кругом живот До ноги Ну вот и пародия Называется Случай в бане Сижу это как-то раз дома Рассказик смешной Сочиняю Про утопленничка Подходит ко мне Жена и говорит Что-то Мишка Рожа у тебя Ёлки-палки Такая индифферентная Пошел бы В баньку Помылся Можно Говорю и в баньку Можно Говорю и помыться И не успел И братцы мои Дорогие гражданочки Мочалочки Спину намылить Как слышу Караул кричат Ну думаю Не иначе Как-то опять Мыло проглотил Или кипятком Ошпарился А из предбальничка Бегает эдакий Мужичонка Весь натурально голый На бороденке Номерок болтается Караул кричит Пуп сперли Глянули мы А у него и впрямь Вместо пупа Извините за выражение Одно ровное место Ну решили обыскивать А что голову обыскивать Коль что спер В рот-то не положит Ну дошла очередь до меня А я как на грех намылился Гражданин смойтесь Смыться на грех Конечно можно В мыль оно в почтальнике Не полезешь Только я их Него пупа не брал У меня здесь Изображение И свой пуп Есть Гражданин Смойтесь Смылся И вдруг тихо стало Все на меня глядят И ртыд поразинули Я глянул Мать честная Пресвятая Богородица Вместо одного Раз два пупа Мужичонка конечно В амбицию вдарился Довольно кричит Нахально У трудящих пупы Красть За что кричит Боролись Отдал я ему пуп На говорю подавись Только ни в нем Ни в пупе счастье Отдал я ему пуп И домой пошел Иду дорогу И думаю А что если я ему Вместо от его Хотел было вернуться Да нет думаю Пусть чай пользуется У него еще шоссо пруд А мне отвечай Вот так и пришел Домой не помывшись Вот братцы мои Дорогие гражданочки Какая со мной Хреновина приключилась А вообще-то Это я все присочинил Чтобы посмеялись Животики понадорвали А в бане-то Я отродясь не хожу Дома моюсь Вот так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому